всем привет дорогие друзья и сегодня у нас с вами праздник но не знаю как у вас у меня стопроцентный праздник потому что наконец-то мой веночек времен года закончен и не буду я долго вас домить ожиданиями вида законченной работы а покажу сразу так сказать сразу где вот такая красота у меня получилось сейчас я немножко вот так вот кажется лучше видно извините что работа очень мятая только сняла за станочка ее и пойду сейчас ближайшее время ее стирать для того чтобы вот-вот на днях отнести в багетную мастерскую и веночек и еще парочку своих работ отшитых что я могу сказать удовольствие получила я море от этой работы съела маша снимать видео и сразу стало очень темно поэтому пришлось машин побегать здесь кругами и по уставлять свет что тут какие-то ворсинки но и так хотела я рассказать про ниточки потому что у кого-то кто решит вышивать могут возникнуть такие же проблемы как у меня с яточками надо быть очень внимательным и осторожным значит всего было у нас вложено в наборчик 4 органайзера и вот первая проблема которая у меня возникла возникла у меня вот с этим номером ниточки 16 253 которая используется для вот этих вот кончиков красивых листиков и мне необходимо было отшить еще вот этот вот кусок целый большой и когда мне это ниточка закончилась я решила подобрать похожий цвет и вот к сожалению в магазине леонардо не было нужного мне номера мулине поэтому я взяла два вот таких вот цвета это ниточки гамма вот решила я не заморачиваться особенно их смешала между собой сделала бленд и у меня получился очень очень сильно приближенный к нужному цвету оттенок им я до вышивала вот ну и начала я делать бэкстич и начала его делать решила что как вышивала так и начну вот отсюда с первого листа и пошла дальше и и где-то наверное концу второго листа то есть это вот к этому месту я поняла что у меня стали заканчиваться ниточки для бэкстича частности какие это ниточки это номер 17 150 номер 17 150 его я заменила потом уже под конец одну ниточку буквально взяла гаммой 0083 он почти в один в один цвет такой же а дальше номер 132 83 то видите осталась одна ниточка я ее оставила как образец а саму эту ниточку заменила на вот такой вот номер 30 89 от гаммы не знаю насколько будет видно могу попробовать вам показать самом деле темно ну почти на немножко светлее оригинал вот вы знаете на бэкстичи это незаметно и еще у меня возникли проблемы сейчас сейчас найду вот номер 13072 или 13073 тоже одна ниточка осталась у меня мне нужно было еще сколько подшить заменила на ниточки дмс гамма не было подходящего цвета 816 один в один просто один в один конечно вот это первый мой опыт вообще когда я покупала ниточки дмс я вам могу сказать что разница с гаммой кое-какая есть они более мягкие мне кажется они более шелковистые насчет блеска не знаю в принципе гамма тоже прилично блестит вот но в целом разница есть она такая критичная если есть стоит задача сэкономить то мне кажется ничего страшного если вы вышиваете выбираете гамм вот по ниточкам в принципе это все всех остальных цветов мне хватило некоторых правда тютелька в тютельку вот например номер 132 а 82 полностью да у меня ушел на эту работу номер 13125 тоже полностью потрачен вот одна пас 1 и даже не пасмачка а ниточка осталось номер 6181 ну и здесь из светлых оттенков в принципе это всего хватило но опять же я советую очень осторожными быть потому что ныточек действительно действительно может увы я не хватит советую разумно тратить второе с чем не возникли сложности это со стрекозкой бэкстич я перепарывала потому что в первый раз видимо я не очень внимательно была и почему-то сделала и все отбекала вот таким вот темно-синим цветом коем здесь много что кстати сделано не на бэкстичем вот ну и она смотрелась прям очень ярко еще думаю интересно неужели по планам это так и должно было выглядеть и потом уже я обратилась к отшитым работам в интернете чтобы посмотреть оформление потому что начала уже оформление придумывать и смотрю что там у девочек собственно стрекоза гораздо более приятные и нежные а вот пришлось мне перепарывать бедная стрекозка вот что еще есть косяки у меня в этой работе есть есть места где я путала цвет но я думаю ладно пусть это будет моим авторским словом потому что невооруженным глазом люди которые не вышивали этот венок они собственно и не видят этой разницы потому что вся работа очень яркая цветов очень много они все как-то друг с другом перекликаются поэтому я решила что я не буду ничего особенно сильно порвать кстати схема у меня в не очень хорошем состоянии в этот раз потому что я вышивала на станочке и загибала так чтобы мне было удобно крепить так чтобы мне было удобно крепить магнитиками всего здесь 7 видов бэкстича и у меня получилось 42 чистых цвета плюс 3 вот шикарный веночек я думаю что я вам покажу эту работу наверное уже оформленном виде не буду вам показывать поглаженный отстиранный вот специально смонтирую ролик я все никак вы знаете девочки мальчики я все никак не могу установить программу для монтажа у меня уже скопилась куча роликов которые не смонтированы я думаю что я их все дружно смонтирую возможно что даже в один какой-то ролик посвященный именно этому веночку я все время когда я его начинала искала ролики так вот я искала ролики и нашла по моему всего лишь один ролик в общем у одного пользователя у одного юзера так сказать и то значит там веночек вышивался подбором и ну как-то не очень подробно там было рассказано потому что это подбор и совсем другое количество ниточек использовалось но в целом я работаю больше чем довольна изнанку показывать не буду потому что очень много бэкстича выглядит некрасиво до бэкстича выглядело все очень хорошо и даже моя мама когда она ко мне приходила в гости я показывала свой веночек и и в том числе с оборотной стороны рассказал слушай как красиво ты растешь сказала мне она твои ранние работы те которые сделал раньше они вообще никак не сравняться с этой дальше из того что я изменила я вот здесь вот вместо надписи семена сделала год 2016 я очень хотел успеть веночек в уходящем году дошить вот на этом спасибо большое за внимание мы веночек с веночком пойдем купаться всем привет еще раз хотела продемонстрировать оформление веночка вот прошу прощения за вид за то что снимаю на подоконнике и за свой больной голос дело в том что сейчас очень темно и вот нигде не могу найти солнышко как на подоконнике и так это пластиковая рама антибликовое стекло тройное паспорту вот такого нежно-молочного цвета оформление не всегда в багетной мастерской в которой я оформляю все свои работы приемщица очень сильно помогает женщинам это была ее идея с розовым вот этим самым нижним паспорту и знаете мне она нравится все остальные цвета подбирала я мое пожелание по рамке вообще багет люблю светлый потому что интерьер светлый в квартире и обычно выбираю светлый багет вот как то так я очень довольна получившимся результатом а теперь буду выбирать место под эту красоту а вам спасибо что вы были со мной если у вас будут какие-то вопросы по этому веночку пожалуйста пишите комментарии либо в инстаграме меня находите на все вопросы отвечу спасибо еще раз за внимание всех целую пока пока